добрый вечер добрый вечер дорогие мои друзья всем слышно слышно хорошо я вам продолжаю рассказывать про красную корову прошлый раз прошлый раз я вам начал про нее рассказывать корова она должна должна быть вся с ног до головы покрыта шерстью одного цвета рыжевато-красного такого как как медная монетка и эту корову ее должны проверить очень 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 внимательно во первых что у нее нет никаких никаких ран никаких ущербов во вторых что у нее ни в коем случае не должно быть больше двух волосков другого цвета представляете какая большая корова и как долго и не просто ее проверять чтобы проверить все 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 волоски чтобы не не оказалось не оказалось волосков другого цвета эта корова которая должна будет потом быть кошер на для для очищения для очищения нечистоты связанные с умершими она должна быть мимо мимо что такое твимо и и и и не должны не должны использовать ни для каких работ ни для каких работ на нее ни в коем случае нельзя класть никакую поклажу никакой оль что такое оль что такое поклажа что куда запрягают корову да вот тут на картинке вот это вот вторая серединке на корова показана как ее запрягают может быть в телегу может быть в плуг для для пахоты так вот если если хоть раз в жизни на эту корову возложили возложили такую упряж то она уже для для заповедей о красной корове красной корове она уже не подходит уже она для этого не подходит и не только не только упряж даже если возложить на нее чтобы она пронесла платок сколько он весит совсем ничего и все равно корова на которую что-то возложили то она уже не будет годна для очищения а что если на нее сядет птица если сядет на нее птицы даже если эта птица проедет на ней муха или еще какая-нибудь тварь сама по себе сядет то это ее не испортит только главное чтобы люди ее не использовали ни для каких других целей ничего на нее не клали такие красные коровы они большая редкость на белом свете они рождаются очень редко и конечно же конечно же в те времена когда у нас был храм и когда и когда обязательно обязательно нам нужно было следить за ритуальной чистотой такая красная корова она ценилась очень 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 дорого любую цену готовы были дать за нее мудрецы рассказано вы помните рассказ про даму бен нтину помните у которого родилась такая красная корова и он продал ее продал ее мудрецам из иерусалима за огромную огромную сумму такую сумму какую они ему предлагали предлагали в прошлый раз за за камень яшфе за драгоценный камень рассказывается также про другого нееврея у которого тоже родилась красная корова но который не был таким праведником когда мы бен нтина и он после того как уже договорился с мудрецами продать эту корову он он решил посмеяться посмеяться над евреями и решил специально ночью когда никто не видит на нее на нее положить упряжь вот положил на одну ночь даже не на всю ночь а только на несколько часов он положил положил на нее упряжь и он думал что этого никто не заметит никто не заметит а он потом будет все время смеяться что он продал за такую большую сумму некошерную корову на которой уже побывала упряжь ой утром когда когда мудрецы пришли забирать эту корову и принесли большой мешок золото для этого для хозяина этой коровы они вдруг заметили что корова косит глазами позелит косит глазами она корова она не может повернуть голову назад шею нее толстая она так не может вертеться поэтому если она чувствует что что-то на ней лежит она глазами пытается высмотреть она пытается скосить назад глаза и так и так можно узнать если на эту корову что-то уже клали или еще нет даже если только один раз на нее что-то положили какую-то упряжь на нее надели она на всю жизнь будет косящей коровой она будет все время все время обеспокоенно коситься назад вот мудрецы увидели что что это корова она косится назад и они ему сказали ты что ты что положил этой ночью на нее упряжь нет нет честное слово я ничего не клал сказал этот злодей но они ему конечно не поверили они стали проверять не стали проверять как проверяют не взяли увеличительное стекло стали смотреть шерсть у нее на шее у этой коровы когда когда корова молодая на ней еще ничего не было никуда ее не запрягали у нее шерстка стоит стоит стоймя на на холке у нее шерстка мя мягкая но но она стоит стоймя а если на нее что-то клали то это шерстка приминается сминается и она уже лежит а не стоит мы посмотрели хорошенько и увидели что на шее на холке у коровы шерстка примята значит все таки ночью он положил положил на нее положил на нее упряжь они ему сказали эх ты потерял ты такую большую возможность потерял ты возможность исполнить такую большую важную заповедь и потерял ты возможность заработать мешок золото и мудрецы с этим золотом ушли от этого от этого злодея то что он потерял возможность исполнить такую большую заповедь поучаствовать в исполнении это его не очень огорчило то что то что он лишился такого огромного мешка золота ой он он сошел с ума от горя и он забрался на крышу и прыгнул вниз головой с этой крыши и убился от горя что он не получил такой большой кусок такой большой мешок золото и только по своей глупости что он хотел посмеяться над евреями и продать им некошерную корову специально что же делают с этой красной коровы как же ее приготавливают перед лицом перед лицом коина так чтобы коин видел коин гадоль должен не обязательно коин гадоль может быть сган коин заместитель коина обязательно должен видеть как готовят пепел этой красной коровы ее не поднимают на жертвенник нет ее выводят ее выводят на чистое место за пределами стана за пределами лагеря в иерусалиме например готовили пепел красной короче на масличной горе на на масличной горе напротив напротив храма так чтобы с этого места было видно было видно вход в храм и внутренние ворота и даже можно было посмотреть заглянуть если все ворота открыты можно было заглянуть с этого места в святая святых. Так вот, там на Масличной горе, на специально выделенном чистом месте, эту корову, ее целиком-целиком сжигали в огне и туда добавляли еще веточки, о которых говорит нам Тора. Тора нам точно-точно говорит, что нужно положить в этот костер, должен быть там кусочек кедрового дерева, это самое высокое дерево из всех деревьев, и кусочек из зова, это самое-самое низенькое дерево из всех деревьев. Это намек, что если кто-то был такой важный, такой гордый собой, как кедровое дерево, самое высокое, то он должен, то он должен раскаяться, он должен стать скромным, как маленький низенький эзов. Еще туда клали красную нить, шелковую нить, которую делает червяк, червяк-гусеница шелкопряд. Почему? Потому что вся сила евреев, она во рту, вся сила евреев в нашей молитве, которая выходит из наших уст. А, и эта гусеница, которая плетет нить шелковую, ее сила, тоже вся сила у нее во рту. Она тоже маленькая, она тоже скромная, она ни на кого не нападает, и она, вся ее сила в ее устах. Она поедает листики, и из этого, она из этой смеси, которая у нее получается от съедения листиков, она выделяет такую длинную-длинную, очень крепкую нитку. Так вот, эту самую нить красного цвета, тоже ею обвязывают это кусочек кедрового дерева и кусочек айзова, и бросают в этот костер. Тот, тот еврей, который занимается сожжением красной коровы, он, он становится нечист. Ненадолго, ненадолго он должен только окунуться в микву, и на следующий день он будет чистым. Но он, от того, что он прикасается к красной корове, к ее пеплу, он становится ритуально нечист. И тот, кто собирает этот пепел, он тоже становится ритуально нечист. И тот, кто, тот коин, который потом брызгает, брызгает на очищаемого еврея, от того, что он прикасается к воде, в которой растворен пепел, он тоже становится нечист. И это большая загадка, самая большая загадка Торы, которую не мог понять даже умнейший из всех людей царь Шломо. Он сказал, что все заповеди он может объяснить, кроме заповеди о красной корове. Почему красная корова, ее пепел, он нечистых делает чистыми, очищает их от тумы, а тех, которые были чистые, прикоснулись, наоборот, делает нечистыми. И тот вывод, который сделал из этого царь Шломо и за ним все наши мудрецы, что на самом деле, на самом деле, даже те заповеди, которые мы можем понять и объяснить, на самом деле их настоящий, настоящий смысл знает только Ашем. Только Ашем он знает, почему, для чего нужна каждая из заповедей на самом деле. А мы выполняем их всех, как законы, данные Ашемом. Не потому, что мы знаем, что это хорошо, не потому, что мы знаем, что это нам на пользу, а только потому, что это так сказал Ашем и заповедь, данную Ашемом, мы исполняем. Например, некоторые объясняют про то, что некошерная еда, ой, она вредная для людей. Она вредная для людей, некошерная еда, от нее потом или болит живот, или плохо видят глаза, или еще какие-нибудь болезни появляются от некошерной еды. И есть такие неумные люди, которые говорят, я буду кушать кошерно, потому что это полезно. И таким людям мудрецы отвечают, нет, совсем не поэтому мы кушаем только кошерную вещь, а потому, что так велел нам Ашем. И даже если бы это было в наших глазах, казалось бы, вредным, мы бы все равно делали только то, что нам велит Ашем. Все это мы учим из заповеди о красной корове, которая совершенно необъяснима. Ашем так постановил и так с тех пор мы себя ведем. Первую красную корову приготовили во времена Моше Робейну. Человек, который прикоснулся к умершему. Например, он его нес до кладбища. Или он только дотронулся до могилы, где лежит умерший. Или он просто находился в том доме, где этот человек вдруг умер. Этот человек, он становится ритуально нечист. Ему нельзя, нельзя ни в коем случае в таком виде заходить в храм. Ни в коем случае ему нельзя есть в таком виде труму или массер и все виды еды, которые связаны со святостью. Ему нельзя есть части корбана в состоянии ритуальной чистоты. Если он, не дай бог, нарушит это, то тем самым он оскверняет храм, оскверняет корбан. И он за это несет очень большое наказание. Поэтому очень-очень важно ему как можно скорее очиститься. Как очищается этот человек? На третий день после того, как он станет нечист, и на седьмой день он должен прийти к Коэну. Коэн разводит пепел красной коровы хотя бы капельку совсем немножко в кувшине с родниковой водой, и он окунает туда веточки эзова, и этими веточками он с них брызгает на очищаемого. Посмотрите, видите, что он кладет туда пепел и разводит его с водой из источника, а потом он туда окунает, погружает туда веточку эзова, и вот он брызгает. При этом этот человек, который был ритуально нечист, он очищается. А сам Коэн, который занимался всеми этими работами, он становится нечист. Но ненадолго, только до вечера он должен окунуться в микву, и после этого вечером он уже сможет снова приступить к дальнейшим работам. Он уже очистится. Все это, вся эта история, эта заповедь я вам говорил, что она была дана, она была дана еще до дарования Торы. Она была дана в том месте, которое называется Мара. И вы мне напомнили, почему это место так называлось Мара. Это было в первый год после выхода евреев из Египта. Но после этого дальше Тора нам начинает рассказывать про то, что было не сразу после этого. И даже не вскоре после этого. Дальше Тора рассказывает, что было в последний год странствования евреев по пустыне. В сороковой год. Вы помните, что евреи сорок лет шли по пустыне. Так вот, в сороковой год странствования по пустыне пришло время. Все это поколение, которое было виновата в грехе Золотого Тельца и в грехе разведчиков Мираглим, оно все уже ушло. Они все уже умерли. Последние, последние из них оставались. И вот пришло время... Ой, умерла большая-большая праведница. Вы знаете, кто умер? Кто? Мирьям. Мирьям. Пророчица Мирьям, сестра Муше. Мирьям. Пришло ее время подняться на небеса. Это она получила такое доказание, что она сказала, что это нора. Не-не-не-не-не. Лошонара это было уже давно. За это было совсем другое наказание. Просто пришло ее время подняться на небеса. Ее душа поднялась на небеса. А ее тело осталось на земле. И в тот же миг, когда умерла пророчица Мирьям, исчез источник. Исчез колодец, из которого пил воду весь еврейский народ. Вы знаете, что по пустыне все 40 лет вместе с евреями двигалась скала, из которой текла питьевая вода. Так Ашем спасал нас от жажды в пустыне. Одна и та же скала, она двигалась за еврейским станом. И везде, где еврея... Это колодец Мирьям. Вот, этот колодец, эта скала, из которой выходила вода. Никто не знал, почему, чья заслуга в том, что эта скала идет за нами по пустыне. И только когда умерла Мирьям, эта скала вдруг исчезла. И все поняли, что эта скала, эта вода, она была в заслугу пророчицы Мирьям. И все были, все были очень опечалены, очень горевали, что, что не стало Мирьям. И все очень хотели пить. И все очень хотели пить. Вы знаете, что без еды человек может довольно долго жить без еды. Но без воды больше трех дней человек не может прожить без воды. И жажда – это очень-очень-очень тяжелое испытание. Когда человек хочет пить, ему нечего пить, он испытывает очень-очень-очень большие мучения. Ой, евреи пришли к Муше Робейну и стали у него требовать. Муше, нам и нашим животным нечего пить. Мы мучаемся от жажды. Ой, лучше бы мы умерли. Лучше бы мы уже умерли, как умерли наши братья от магифы, от поветрия, от тяжелой болезни, чем мучиться так сильно от жажды. Из этих слов, из этих слов Тора мы учим, мы учим, что смерть от жажды – это смерть более, более страшная, более тяжелая, чем даже от чумы, чем даже от болезни. Ой, и, конечно же, Муше Робейну обратился к Ашему с просьбой помочь, и спасти, и вернуть евреям воду. И Ашем повелел Муше Иоарону, чтобы взяли посох, тот самый посох, которым творили чудеса, и чтобы с этим посохом Муше… Удали по столе. Нет, не ударил, чтобы с этим посохом Муше подошел к скале, встал перед ней, и чтобы Муше повелел скале – имени Машема дай воду евреям. И скала его послушает, и из нее пойдет вода. О, Муше, Муше, он взял посох, он взял с собой Аарона, они вышли, вышли наружу. А где же эта скала? Где же ее найти? Они стали искать ее по всему лагерю, и даже вышли за пределы лагеря, они искали, где эта скала знаменитая, которая шла за ними всю дорогу. Ой, среди евреев оказались насмешники. Насмешники, которые ищут как бы над чем бы все время посмеяться. Вы знаете, что смеяться, на самом деле, это совсем неплохо. Тот, кто всю жизнь проводит в радости и в веселье, это очень хорошо. Но важно знать, над чем можно, а над чем нельзя смеяться. Есть веселый человек, который радуется жизни и радует всех окружающих, а есть насмешник. Насмешник, это который смеется обидно, издевается над кем-то. Он увидел, что у кого-то на носу родимое пятнышко, а он смеется, а у него на носу родимое пятнышко. А этому человеку обидно. Он увидел, что кто-то упал, он смеется, а-ха-ха-ха, ой, как смешно он упал. Как вы думаете, это радостный человек или это насмешник? Это насмешник, это нехороший человек. Разве можно смеяться, когда кому-то больно, когда кто-то упал? Ой, так вот такие насмешники были. Много их было среди эр-эврав, но некоторые были и среди евреев. И они увидели, как Моше и Арон ищут, ищут эту скалу, и они стали насмехаться. Они стали насмехаться, они стали говорить, а-а-а, мы знаем, знаем, Моше-Рабейн, он долго-долго был пастухом. И он знает, где в пустыне можно найти воду для овец. Сейчас он найдет нам источник, и он покажет нам этот источник, а скажет, что это Ашем сделал чудо. Посмотрите, они не верят в то, что Ашем может сделать чудо. Они не верят в то, что Ашем делает чудеса. После всех чудес 40 лет они ходят по пустыне, и каждый день им выпадает мана. Они до сих пор не верят в чудеса Ашема. Они не верят в то, что Моше никогда никого не обманывает и никогда не пытается выдать свое умение за чудеса. Они над всем смеются, эти насмешники. Знаете, что Моше было очень-очень обидно. Очень обидно, и он растердился на этих односмешников. А когда человек сердится, даже если он такой великий человек, как Моше-Рабейну, если он сердится, гневается, то он может совершить ошибку. Он может совершить ошибку. И Моше спросил у них, что вы от меня хотите? Разве из этой скалы или из этой скалы я должен достать для вас воду? Есть специальная, особенная скала, которая шла вместе с нами всю дорогу. А они стали смеяться. Нет, мы хотим вот из этой скалы. А другой показывает. Нет, а я хочу вот из этой скалы. Нет, а я хочу вот из этой скалы. И Моше, Моше, он сделал ошибку. Он закричал на скалу, на другую скалу, не на ту, на которую нужно. Он закричал на нее. Имени Мошема дай евреям воду. Но ничего не произошло. И эти насмешники стали еще больше смеяться, больше смеяться, еще больше его обижать. Ой, и Моше, Моше, он взял посох и он ударил по скале. В этот момент, в эту секунду, когда он только занес свой посох над скалой, вдруг прямо, прямо перед ним появилась та самая, та самая скала, которую он искал. Но вместо того, чтобы сказать ей, он что сделал? Ударил по ней посохом. Ой, ой, Ашем, Ашем хотел показать ему, что, Моше, ты делаешь не то, что я тебе велел. И поэтому из скалы вышли только несколько капелек. Кап, кап, кап. Несколько капелек воды, чтобы Моше вспомнил, что ему нужно не ударять по скале посохом. А что нужно сделать? Сказать. Вся сила евреев в молитве, вся сила евреев в словах. Но Моше из-за этих насмешников он уже настолько запутался, что он ударил по этой скале посохом второй раз. Когда Моше ударил этим святым посохом, освященным всеми чудесами посохом по скале, скала разверзлась и оттуда хлынуло огромное количество воды. И одновременно с этим все скалы вокруг, на которые насмешники указывали пальцами, из всех вдруг вокруг скал полилась вода. Огромное-огромное количество, настоящий потоп, который смыл, смыл навсегда. Всех этих насмешников они утонули в этих водах. Вместо того, чтобы напиться, если бы они попросили вежливо и красиво, то эта вода была бы им для питья. Моше Рабейну нет, он же не был насмешником, он же не смеялся, он только сделал ошибку. Но такого великого праведника, даже за такую маленькую ошибку, Ашем не оставляет без наказания. Ашем сказал Моше и Аарону, «Из-за того, что вы не осветили мое имя, из-за того, что вы не говорили...» «Из-за того, что вместо повеления скале, из которого все евреи могли бы выучить, что слушают заповеди Ашема даже скалы, у которых нет ушей, которые не живы, и даже скала, она слушает слова Ашема, слова пророка, сказанные от имени Ашема, из этого еврея бы выучили. Вместо этого ты ударил по скале, поэтому вы вместе с Аароном вы не войдете в Эрец-Исроэль. Вы не войдете в Эрец-Исроэль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Да! Вот почему я не могу зайти? Что-что? Аарон, он был вместе с Моше, и он не остановил Моше, и он не объяснил Моше, что Моше сейчас ошибается. И кроме того, у Аарона было до того тоже у него, ты помнишь, что он участвовал в создании Золотого Тельца, у него тоже были свои ошибки. Ай! Эти два праведника Ашем им сказал, что они не войдут в Эрец-Исроэль. И на самом деле, на самом деле, это наказание, это наказание всему еврейскому народу, который не поддержал их, который не защитил их от насмешников. Из-за этого, из-за этого мы вошли в Эрец-Исроэль уже без этих великих праведников, без Моше и Аарона. Так, сегодня наш урок закончился. Я продолжу, продолжу рассказывать в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!